В семье функции по вопросам газа и газоснабжения переданы местному отделу ЖКХ и жилищной инспекции. Коммунальный отдел произвел инвентаризацию имеющихся газораспределительных установок на территории многоэтажных жилых домов, определив количество действующих и не подлежащих ремонту. Теперь коммунальный отдел уполномочен наказывать штрафами тех жителей, которые нелегально заносят в высотки газовые баллоны. В семье вновь принимаются меры по наведению порядка в газовом хозяйстве. Попытка с созданием для этих целей специального предприятия в прошлом году не удалась. Но работа не остановилась. Была проведена инвентаризация имеющихся в городе групповых резервуарных установок. А совсем недавно в связи с расформированием департамента газотехнической инспекции функции по вопросам газа и газоснабжения официально были переданы местному отделу ЖКХ и жилищной инспекции. На сегодняшний день у нас готовятся ситуационные схемы по групповым резервуарным установкам. И на примере города Ускаменогорск мы будем передавать по тендеру их доверительное управление. То есть бюджетом города будет предусмотрено то, что по тендеру будет выигрывать одна из компаний, которая будет осуществлять полный контроль за услугами газа и газоснабжения, и которая будет под отчетным местному исполнительному органу, то есть отделу ЖКХ и жилищной инспекции. Всего в настоящее время по городу Семей имеется пять организаций, которые предоставляют услуги по газоснабжению жилого сектора. В результате произведенной инвентаризации было установлено, что из имевшихся ранее 306 групповых резервуарных установок в городе в настоящее время имеется 271. Все они были переданы на баланс отдела ЖКХ и жилищной инспекции. Определено, что 88 газгольдеров являются действующими, 55 подлежат восстановлению и 128 не подлежат. Имеется возможность восстановления 55 установок с условием проведения технического обследования емкостей. В случае, если жители скажут, что да, нам необходимо, примут протокольным решением общего собрания, и что им необходимо восстановить данные ГРУ, то, конечно, этот вопрос будет рассматриваться. Многие, допустим, хотят, что те люди, которые уже поставили себе электрические плиты в квартирах, они уже не нуждаются в данном газгольдере, и они принимают решение, протоколом общего собрания, они принимают решение о том, что бездействующий газгольдер необходимо удалить. И есть и организация, в которой данные газгольдеры демонтируются. Как известно, использовать газовый баллон в домах выше двух этажей запрещено. Однако, таких фактов по городу немало. Как отмечают в отделе, от председателей КСК и жителей многоэтажек поступают жалобы. Уже в ближайшее время коммунальный отдел начнет осуществлять комиссионный обход под данным обращением с целью выявления нарушений. И если раньше специалисты не были уполномочены наказывать нарушителей, то теперь в отношении них предусматриваются штрафы. Их размер для физических лиц составляет 10 месячных расчетных показателей, для юридических – от 20 до 30 месячных расчетных показателей.